Анна Белинская, Мария Летова Долго тебя ждала Глава первая «Мне не нравится, когда мои вещи берут без разрешения. Это никому не нравится». Впиваясь глазами в сигнал светофора, мигающий последними секундами зелёного. «Пошли, пошли, пошли!» Подгоняю дочь, сжимая её тёплую ладошку в своей, таща за собой к пешеходному переходу. Морозный воздух сковывает лёгкие, в боку нещадно колит. Промозглый ветер забирается под куртку и разгоняет колючие мурашки по моей влажной коже. Адский дискомфорт. Снегопад превращается в непроглядную стену к тому моменту, как мы перебегаем дорогу. Снежинки оседают на ресницах, по спине под пуховиком катится капля пота, когда слышу возмущённое. «Почему Антону надели мои трусы без моего разрешения?» «Что?» Опускаю голову, удивлённо глядя на дочь. Маруся неваляшкой перебирает ногами в своём дутом комбинезоне, на ходу поправляя съехавшую на глаза шапку с изумрудными пайетками. Смотрит на меня в ответ, надув губы и выгнув пшеничного цвета брови. Сердце каждый раз оборачивается в тёплый плед, когда вижу её гримаски. Моя дочь – точная копия меня. И я счастлива, что от отца ей достался только цвет глаз, а от меня всё остальное, включая мимику и ослиное упрямство. «Твои трусы надели на мальчика?» В моей голове просто взрыв из предположений, которые придерживаю. «Он описался», – бубнит дочь. «Ему дали мои трусы», – рассказывает с глубокой обидой. «Вспоминаю, что запасное нижнее бельё для неё в детском саду я не меняла года три. Положила сменный комплект в шкафчик на всякий случай, в тот день, когда привела её туда в первый раз. Не думала, что этот всякий случай произойдёт спустя столько лет и не с моим ребёнком. Я поговорю с воспитателем. В попыхах обещаю разобраться в ситуации с трусами». «Он сказал, что вернёт их, когда постирает», – продолжает она пыхтеть. «Мам, можно я не буду их больше носить?» – просит умоляюще, пока я тащу её по тротуару. «Пусть Антон оставит их себе на память». Левой рукой нащупываю вопящий в кармане телефон. «Маруся, быстрее!» Подмышкой зажат чехол с её костюмом. На локте висит спортивная сумка весом с тонну. Поэтому достать звонящий телефон мне удаётся с десятой попытки. «Да!» Шиплю в трубку носом, ткнув кнопку «принять» и зажав телефон между плечом и ухом. «Я не смогу долго держать тебе место! Ты хоть представляешь, сколько здесь народа? Где ты?» Голос подруги тонет в грохочущей на заднем плане музыке. «Почти на месте, я в тебя верю!» Выдыхаю, надеясь, что она меня расслышала, и отбиваю звонок, возвращая телефон обратно в карман. «Быстрее!» Подгоняю Марусю. Она ловит ртом падающие снежинки и ладонью загребается в очень рыхлый снег, который коммунальщики сгребли в огромные горы вдоль тротуара. «Маруся!» Возмущаюсь в ответ на то, как дочь рассматривает на свежевыпавшем снегу следы от своих новых серебристых ботинок, в условиях катастрофического цейтнота. Впереди подсвеченное со всех сторон огромное здание нового ледового дворца, и я тащу к нему ребенка, не позволяя больше отвлекаться на глупости. «Сегодня я наглупила за нас обеих, когда решила довериться ее отцу, то есть человеку, которому доверять нельзя. Из-за него мы опаздываем и опаздываем катастрофически. Мне стоило бы обзавестись водительскими правами и личной машиной, чтобы облегчить нашу с Марусей жизнь. Но я так этим вопросом и не озаботилась. За что сейчас хочу дать себе пинка?» «Ох, слава богу!» – выдыхаю, заталкивая дочь в стеклянные двери дворца. Ее отца за этот вечер я мысленно послала к чертям сотню раз и глубоко надеюсь, что он оттуда никогда не вернется. Я не истеричка, я стоматолог, но даже у меня бывают дни, когда готова не лечить, а калечить. Он обещал отвезти Марусю и клялся ей, что будет присутствовать на ее выступлении. Но у него снова нашлись дела поважнее. Если бы я знала, что мы будем ждать его до прихода адвентистов седьмого дня, поехала бы с Таней. Вся парковка комплекса забита под завязку. Кажется, сегодня здесь собрался весь город. Неудивительно, новые грандиозные объекты в нашем городе открываются не каждый день и даже не каждый год. «Маруся, пожалуйста!» Сокрушаюсь, замечая, как дочь тормозит у новогодней елки в центре холла. «Мам, посмотри!» Шелестят ее губки, а в расширенных глазах отражаются разноцветные огни от пестрящей гирлянды. Тяну ее мимо к охраннику, который на пальцах объясняет, как попасть в раздевалки. Мы плутаем минут пять, пока не находим нужный коридор и первую дверь направо, где девушка-организатор с планшетом в руках требует прямо с порога. «Фамилия?» «Власова». Утираю под солба. «Власова Мария». Уточняю, сваливая вещи на скамью. В раздевалке только мы, организатор и какая-то девушка, надевающая костюм снегурочки. Судя по количеству оставленной под скамьями обуви, кроме нас, все участники выступления давно на месте. Пока разбираю сумку, дочь с любопытством наблюдает за снегурочкой, которая крепит к затылку длинную искусственную косу. Для Маруси это зрелище не станет психологической травмой. На прошлом новогоднем утреннике в детском саду дочь узнала в Деде Морозе воспитательницу из параллельной группы и сказала мне об этом. Она достойно пережила эту правду жизни, но с тех пор мой ребенок больше не верит в сказки. «Вы опоздали», — упрекает организатор. «Переодевайтесь и проводите ребенка к выходу на лед, сектор В. Налево по коридору там указатели», — одаривает меня взглядом с претензией перед тем, как выйти из раздевалки. «Снимай куртку», — понукаю дочь, дергая ее за шарф. Ее внимание до сих пор занято лже-снегурочкой, выворачивающей содержимое косметички на полку шкафчика. Сбрасываю пуховик и достаю из чехла блестящий костюм снежинки, пока Маруся копошится, перебирая пальчиками кнопки на куртке. «Я хочу пить», — сообщает, усаживаясь на скамью. Передаю ей маленькую бутылку воды, откопав ту в сумке. Замерзшие руки упрямо не слушаются, пока пробую расправить расшитую блестками юбку-пачку. Но впереди приключения посерьезнее. Надевать леггинсы мы обе ненавидим. «Власовы», — вздрогнув, морщусь. Фамилия произнесена во множественном числе. А я никогда не была Власовой. Но это вряд ли имеет значение для женщины, вошедшей в раздевалку. Обернувшись, встречаю грозный взгляд нашего тренера по фигурному катанию Тамары Ивановны Клюевой и втягиваю голову в плечи. Попасть к ней было сложно, она лучшая из лучших. Прикусываю язык, молча проглатывая любые возражения. «Тамара Ивановна!» — выкрикивает дочь, намеренно удлиняя букву «Р», с которой в последний месяц у них полное взаимопонимание благодаря работе логопеда. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» — она подхватывает Марусю за локоть. «Там обуетесь!» — велит мне. «Время!» — вам часы подарить. «Извините!» — бормочу, хватая со скамейки коньки и маленькую пластиковую корону. На арене дикие шумы столпотворения. Музыка и голос ведущего эхом разлетаются над головой, пока мы пробираемся через толпу вслед за Клюевой. «Живее!» — подгоняет она, провожая нас к выходу на лед, где скопились съемочные группы местных и не только телеканалов. Выставив вперед плечо, слежу за тем, чтобы ладонь Маруси не выскользнула из моей. Если я потеряю ее сейчас, пущу себе пулю в лоб. Ее пальчики цепляются за мои. Огромное помещение, забитое до потолка трибуны и грохочущие басы своим масштабом поражают даже мое воображение. Бешеная энергетика давит на плечи, заставляя чувствовать себя микроскопической песчинкой в этом океане людей. Маруся сжимается в комок из горби в спину и поднимает напряженный взгляд, выискивая во мне поддержку. В такой мясорубке моя дочь впервые, и она волнуется. «Ничего не бойся!» — шепчу одними губами, ловя ее испуганный взгляд. Маруся растерянно приоткрывает рот, являя мне милую дырку вместо молочного зуба. Он выпал на днях и до сих пор лежит у нее под подушкой. Его никак не заберет зубная фея, потому что я забываю снять для нее наличку. «Переобувайтесь быстрее!» — махнув рукой на скамейку у стены, командует Клюева. «Ждите здесь!» — и испаряется, слившись с толпой. «Мне требуется вечность, чтобы во всей этой сумятице натянуть на ноги дочери коньки и справиться со шнурками, в которых путаются пальцы. Масло в огонь подливают дети в таких же нарядах, как наш. Они, организованной группой, маячат на периферии зрения. Я боюсь потерять их из виду, из-за этого все время отвлекаюсь». «Мам жмет!» — хнычит дочь. «Сейчас, черт!» — рычу, развязывая только что завязанный узел, и принимаюсь ослаблять шнуровку. Мои пальцы деревянные, и со второй попытки получается все тот же бардак. Распускаю шнурки в третий раз и, плюнув, упираюсь коленями в грязный пол. Шнурки затягиваются снизу вверх, а не наоборот. Раздается над моей головой скучающий мужской голос. «Первое, что мне хочется проорать ему в ответ, это отвали!» «Что?» — рявкаю, вывернув шею и обернувшись. Скальжу глазами вверх по длинным мужским ногам, одетым в синее джинсы. Спотыкаюсь о медицинский фиксатор, в который закована одна из этих ног до колена. Поднимаюсь глазами выше, по узким бедрам, плоскому животу и широким плечам. Правым плечом мужчина опирается о стену. На нем красно-белый свитер с оленями. Чтобы увидеть его лицо, я вынуждена запрокинуть голову и отбросить с лица волосы. Сердце пропускает удар, когда все-таки добираюсь до упрямого точеного подбородка, рассеченного небольшим рваным шрамом слева направо, и выше, к карим глазам, с линцой смотрящим на меня сверху вниз. Водоворот вспыхнувших в голове воспоминаний на секунду отодвигает в сторону весь окружающий мир, отбрасывает меня в прошлое. Туда, где мне семнадцать, а стоящему рядом мужчине девятнадцать. Я до безумия в него влюблена. Забываю, как дышать, и смотрю, не моргая. Ему требуется не меньше минуты, чтобы ленивое выражение на красивом лице сменилось подозрительным прищуром. А Рот с недоверием произнес «Отелла». Субтитры создавал DimaTorzok